Льготные билеты всем дальневосточникам. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому расширилась программа субсидированных перелетов. Раньше билеты по низкой стоимости могли приобрести пенсионеры, граждане с инвалидностью, многодетные семьи и молодые люди до 23 лет. Теперь же субсидии доступны всем, кто зарегистрирован по месту жительства на Дальнем Востоке. На эти цели из резервного фонда правительства России выделили 5 миллиардов рублей. По льготным тарифам можно будет улететь по 21 маршруту. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, знают ли они о расширении программы и будут ли покупать такие билеты. Вчера узнала. Наслышан об этом приятном для нас особенно пенсионеров. События. Будете ли вы приобретать льготные билеты? К сожалению, не смогу воспользоваться льготой. Моя трудовая деятельность в городе Магадане завершена. Знаю. Я и раньше покупал. Было даже и 8-9 тысяч до Москвы. Да. Конечно, это очень удобно. Конечно. Очень рада, что правительство наше добилось. Для всех колымчанин. Спасибо им большое. Я не попадаю ни под одну льготную категорию. Ну так теперь для всех. Ну если будет возможность, конечно. Да, читала. Планируете ли вы покупать в этом году билеты? К сожалению, я уже купила. Для меня давно действует. Но и это я тоже знаю, о чем вы спрашиваете. Стартует 15-й городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад». Провести его планируют с февраля по апрель 2021 года. Заявки принимают до 5 марта в двух номинациях «Вокал» и «Хореография». Участвовать могут магаданцы с 7 до 30 лет. Исполнители самодеятельных коллективов, домов и центров культуры, учреждений дополнительного образования, общеобразовательных школ, средних специальных образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, высших учебных заведений. Конкурс пройдет в два тура. Первый тур у нас пройдет с 24 по 27 марта. И 24, 26, 27. Первый тур пройдет в здании муниципального центра культуры. Это, наверное, множество, потому что раньше мы проводили в ДК «Автотеке» вокал и хореографию в МЦК. В этом году в одном здании все пройдет и в разные дни. В номинации «Вокал» участники должны подготовить одну песню. В хореографии – один танец. Хронометраж – до пяти минут. Выступления могут быть как сольные, так и коллективные. Во второй этап пройдут не все. Жюри отберет лучших. Участники также готовят свои выступления на следующий тур. Главное условие – и песня, и танец не должны повторяться. По итогам конкурса у нас пройдет галоконцерт 10 апреля с награждением победителей, лауреата первой, второй, третьей степени. И по итогам жюри, которые у нас отдельно жюри хореографии, отдельно жюри вокал, они определяют победителей, но может быть предложение по гран-при. Не каждый год мы… То есть это гран-при у нас одно на две номинации, но не каждый год у нас мы определяем в вокале или в хореографии достойных званий, но каждый год у нас есть победители гран-при нашего конкурса. Что я хотел бы отметить, что на протяжении уже многих лет у нас главным генеральным социальным партнером является компания «Полиметан», которая оказывает помощь и в приглашении там членов жюри. По словам Юрия Казетова, в последнее время в качестве членов жюри приглашают известных артистов. Это и Рада Рай, и Антон Беляев. Кто будет в этом году – пока секрет. Однако завесу тайны вечернему Магадану приоткрыли. Судьи проведут мастер-классы для молодых исполнителей в обеих номинациях. Заявки на участие в конкурсе можно подать в Центре культуры. Магадан, проспект Карла Маркса, 35. Или на электронный адрес mck49sobakamail.ru На что живет студент Северо-Восточного государственного университета? По статистике, в Колымском вузе одна из самых высоких стипендий. Материальная поддержка, уверяют сотрудники СВГУ, действительно на уровне. Академическая стипендия на первом курсе – около 12 тысяч рублей. Для тех, кто учится на отлично – почти 18. Кроме того, студентам компенсируют расходы на питание до 5 тысяч. Если участвовать в научной, спортивной и общественно-культурной деятельности, поощрения могут достигать 30 тысяч рублей. Кроме того, студентам могут оказать единовременную материальную помощь. Раз в месяц к нам приходит просто заявление. И мы рассматриваем, мы их изучаем. То есть, если мы видим, что документов достаточно, если все понятно, то мы прямо сразу одобряем эту материальную помощь. Потом эти документы уходят в следующий отдел. И эта помощь уже оформляется и одобряется. Людям приходят со стипендии эти деньги. Если документов недостаточно, например, мы можем лично обратиться к студенту. У нас есть председатели на каждом своем стулсовете, на всех институтах и факультете. И это люди, которые специально общаются с этими людьми, узнают, если нужны документы, что-то донести. Если ситуация какая-то важная, такая чрезвычайная, то тоже это все решается. Решение об оказании материальной поддержки нуждающимся, обучающимся принимает ректор университета с учетом мнения студенческого совета. Учащимся выплачивают именную и стипендию президента и правительства России. Кроме того, определенным категориям выплачивают социальную стипендию. Спектакль известного московского режиссера-постановщика Родиона Букаева показал Магаданский государственный музыкальный и драматический театр. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Зрители были в масках и рассажены на дистанции. Из-за пандемии посетить спектакль разрешено было только 20 магаданцам. Документальный концерт под названием «Мой друг уехал в Магадан» показали 12 артистов. Каждый из них был в роли человека советского, тех далеких 60-х годов. Спектакль прозвучал о нашем времени, хотя события в нем происходят в 61-м, 64-м, 68-м годах и пересекаются с современностью. В художественной постановке актеры показали, что проблемы тех годов полностью пересекаются с сегодняшними. Спектакль «Мой друг уехал в Магадан» не только о Владимире Высоцком. Здесь есть и более глубокие аспекты, которые как раз и раскрывают артисты в своих героях. Если идти от афиши, то, что написано «Мой друг уехал в Магадан», Владимир Семенович Высоцком, на 50% да о нем спектакль, и на 50% нет. Спектакль о времени, что происходило в эти годы и что связывалось с Владимиром Семеновичем Высоцком. Вот он приезжал в Магадан на сутки, что произошло, уехал. И вот есть такое промежуточное время, 61-й, если не ошибаюсь, и 68-й. И вот что происходило. О людях. Как покоряли города, как запускали ракеты, как влюблялись, как расходились, как целену вспахивали, как спали на земле, как кусали комары. Обо всем. Ну, подумывали разговоры, беседы, но они... Нет, ну... О будущем Колумы, о геологии, о поэзии. Интересно было жить, и молодые все приехали. Весь институт приехал, организовался на Северо-Восточное геологическое управление. В спектакле есть роли реальных людей, которые живут в Магадане. Среди них Елена Гоголева и интервью с ней. Юрий Прус, магаданский геолог, тоже есть в этом документальном концерте. Как отметили специалисты, возрастного ограничения в спектакле нет, и быть не должно. Дети и молодежь обязательно должны посмотреть его и подчеркнуть для себя факты об истории и магаданской области в том числе. То происходило, как жили люди. Опять же повторюсь, как запускали ракеты в космос, как они радовались, как они к этому шли. Любой, допустим, подвиг, это не просто вот, допустим, бригада перевыполнена план, как сейчас, да? Ну, перевыполнены, молодец, молодец. А раньше это просто вперед и в бой. Это было за гордость, честь, чтобы перевыполнить. Одни сделали там 200 тонн, скажем, грубо говоря, угля, а вторые сделали 300. Это борьба. Ну, хочется, чтобы и молодежь знала историю нашу, прежде всего. И даже, скажем, не общую, а нашу магаданскую историю знала. Вот как-то так. Только чайки, как молнии, пустотой, мы их кормим из рук. Аграды нам, за безмолвые, обрезать им надо, будет с рук. Спектакль закончился, но впереди еще столько ролей будет сыграно. Закончится пандемия, и Магаданский государственный музыкальный и драматический театр распахнет свои двери уже для всех магаданцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова